Здравствуйте, друзья! Меня зовут Гульнара Саитова. Тема моего выступления называется «Биохакинг или роль антиоксидантов в жизни человека». Итак, антиоксиданты – это молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме, которые вызваны свободно-радикальными соединениями. Последние представляют собой твердые, жидкие или газообразные нестабильные частицы. Они образуются в результате обменных процессов или попадают в организм извне, когда они в избыточном количестве имеются в окружающей среде, допустим, в условиях большого города. Процесс окисления приводит к повреждению клеток, и некоторые из них могут восстанавливаться, другие разрушаются навсегда. При этом свободные радикалы выполняют важные функции. Иммунные клетки используют их для борьбы с инфекциями. Факторы, увеличивающие количество свободных радикалов – это внутренние воспалительные процессы, загрязненный воздух, чрезмерное воздействие ультрафиолетового облучения, использование полютантов и препаратов определенных медикаментозных, а также это смох, сигаретный дым могут воздействовать на организм, так как в их составе содержатся свободные радикалы, которые могут проникать и повреждать структуру клеток. Для чего нужны антиоксиданты? Оксидативный стресс, возникающий из-за свободных радикалов, провоцирует различные заболевания, включая сердечно-сосудистые, диабет, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, проблемы с глазами, такие как катаракта, возрастная дегенерация желтого пятна. Антиоксиданты способны замедлить эти процессы, а в некоторых случаях и обратить их вспять, восстанавливая поврежденные клетки. Борьба с окислительными процессами – основная задача антиоксидантов. Как следствие, они помогают клеткам восстанавливаться, замедляют процессы старения, укрепляют иммунную систему, оптимизируют обменные процессы в организме и снижают риск болезни сердца, оберегая организм от вредного излучения, в том числе и ультрафиолетового. Давайте разберем, что происходит на уровне клеток под воздействием свободно-радикальных соединений. Это происходит в массах, называемых орбиталями, и каждая орбиталь может соответствовать разным парам электронов. Свободные радикалы – это молекулы на внешней орбитали, которые находят неспаренные электроны. Свободные радикалы имеют привычку красть электроны. У любой молекулы, с которой они сталкиваются, чтобы сделать себя стабильными, и это называется стабилизацией свободного радикала. И это то, что вызывает все проблемы и может потенциально вызвать повреждение клеток. Итак, свободный радикал образуется, когда любая молекула получает или теряет электрон в организме. Итак, свободный радикал образуется, когда любая молекула получает или теряет электрон, но также может вырабатываться физиологически, как часть метаболических процессов или патологических, и это будет связано с определенными заболеваниями. Основным физиологическим источником свободных радикалов является клеточное дыхание, которое также называется окислительным фосфорилированием. Окислительное фосфорилирование – это процесс производства АТФ путем передачи электронов комплексом, встроенным во внутреннюю мембрану митохондрий. Вместе они образуют цепь переноса электронов, которые передают электроны от комплекса к комплексу, и, наконец, к кислороду, создавая градиент протонов, который будет использоваться для производства АТФ. На заключительном этапе этого процесса участвуют молекулы, называемые цитокром-С-оксидазы, иногда называемые комплексом 4, которая переносит электроны на кислород. Обычно, когда кислород получает 4 электрона, он превращается в воду, но когда кислород не получает все 4 электрона, он будет иметь неспаренные электроны на своей орбитали, что приведет к образованию свободных радикалов. Поскольку они образуются из кислорода, их все вместе называют активными формами кислорода, или просто АФК. Итак, если кислород получает 1 электрон, он становится супероксидом. Если он получает 2 электрона, он становится перекисью водорода, или H2O2. А затем 3 электрона, это гидроксильный радикал OH. Существуют патологические состояния, при которых могут образовываться свободные радикалы. Во-первых, они могут вырабатываться фагоцитами, такими как макрофаги и нитрофилы. Когда патоген проникает в организм, фагоцит поглощает патоген, образуя фаголизосому. В этих фагоцитах также есть фермент под названием НАД-H оксидаза, который активируется лизосомальными ферментами, заставляя НАД-H подвергаться окислению и терять 2 своих электрона. Соседние молекулы кислорода могут захватывать эти электроны с образованием ионов О2-. Другой фермент, супероксид дисмутаза, может брать эти ионы и объединять их с ионами водорода, с образованием перекиси водорода. Этот процесс производства ионов супероксида и перекиси водорода называется респираторным взрывом. Фагоциты также имеют синтез оксида азота, фермент, который производит оксид азота, и он помогает убивать патогены. Но оксид азота также реагирует с ионами супероксида с образованием свободного радикала пероксинитрита. Эти ионы и молекулы уничтожают патогены, разрушая клеточные мембраны и повреждая их белки. Еще один способ образования свободных радикалов это воздействие ионизирующих излучений, таких как ультрафиолет или рентгеновские лучи. Когда излучение попадает в воду, в тканях оно выдувает из воды электрон, превращая его в гидроксильный радикал. Свободные радикалы также могут образовываться, когда в организме накапливаются такие металлы, как медь или железо. Например, гемохроматоз. Это состояние, при котором всасывается большое количество железа. Это все лишнее железо подвергается реакции Фентона, где молекулы железа 2+, окисляются перекисью водорода, образуя железо 3+. Гидроксильный радикал и гидроксид OH в качестве побочных продуктов. Теперь железо 3+, может быть восстановлено до железа 2+, через перекись водорода, создавая пероксидный радикал и протон. А затем цикл повторяется как бесконечный. И таким образом, со временем, свободные радикалы, образующиеся в результате реакции Фентона, медленно повреждают клетки в различных органах, что может вызывать гибель клеток, а затем приводить к фиброзу тканей. И свободные радикалы образуются также при ишемии или снижении кровотока к органу или ткани на клеточном уровне. Ишемическое повреждение может привести к продукции АФК митохондриями. Если кровоток возвращается в ишемизированную ткань, это называется реперфузией, и она приносит больше кислорода. К сожалению, весь этот кислород вступает в реакцию с уже существующими свободными радикалами, образуя их еще все больше, и таким образом еще больше повреждая клетки. Это называется реперфузионным повреждением. И, наконец, свободные радикалы могут образовываться также, когда химические вещества или лекарства, поступающие в организм, метаболизируются в печени. При этом образуется много свободно-радикальных соединений, и это может серьезно повредить печень. Таким образом, генерация свободных радикалов происходит даже в нормальных условиях. физиологических процессов, которые будут происходить в организме. Однако, существуют определенные защитные механизмы, чтобы держать под контролем свободно-радикальные соединения. Это антиоксиданты, такие как витамин А, С, витамин Е, которые отдают электроны для нейтрализации свободно-радикальных соединений и защиты клеток. Другая молекула в нашем организме, глутатион действует как антиоксидант и нейтрализует перекись водорода. Для того, чтобы функционировать, два глутатиона должны находиться в восстановленном состоянии, в котором они могут отдавать электрон и протон перекиси водорода и превращать его в безвредную воду. Однако, это окисляет глутатион, поэтому прежде, чем он сможет вернуться к работе, фермент под названием глутатион редуктазы используется НАТПАЖ в качестве донора электронов и восстанавливает окисленный глутатион до его рабочего состояния. После отказа от своего электрона, НАТПАЖ становится НАТПЛЮСом, таким образом, чтобы восполнить запас НАТПАЖ. Фермент глюкозы-6-фосфат-дегидрогеназа восстанавливает НАТПЛЮС обратно до H, окисляя глюкозу-6-фосфат. Глюкоза-6-фосфат является метаболитом глюкозы, поэтому у нас обычно есть готовый запас этой молекулы, если мы не голодаем. Другой защитный механизм это белки-переносчики металла, которые связываются с ионами металла и помогают выбрать транспортировки или хранения таким образом, что ионы как бы спрятаны и не могут генерировать свободные радикалы. Например, трансферин, который связывается с железом и с церулоплазмином, который связывается с медью и переносит их с кровью. Также существуют ферменты, улавливающие свободные радикалы, безвредные вещества, например, воду. Супероксид дисмутаза принимает супероксид и превращает его в перекись водорода. Каталаза превращает перекись водорода в воду в пероксисомах, а глутатион пероксидаза делает то же самое в цитоплазме. Когда количество свободных радикалов подавляет защитные механизмы, начинается повреждение клеток. Свободные радикалы могут реагировать с липидами клеточной мембраны, вызывая перекисное окисление липидов. Допустим, гидроксильный радикал атаковал именно эту липидную молекулу, и теперь у этой молекулы остается неспаренный электрон. Электрон, в свою очередь, захватывает такой же электрон у следующей молекулы липида, создавая своего рода цепную реакцию, которая в конечном итоге приводит к повреждению клеточной мембраны. Свободные радикалы также могут вызывать окислительную модификацию белков, которая влияет на функцию ферментов и других структурных белков. В свою очередь, окисление ДНК может вызывать разрывы в цепи ДНК, а также вызывать мутации, которые увеличивают риск развития рака. Итак, мы с вами выяснили, что химические соединения с неспаренным электродом, которые могут вызывать повреждения клеток окисляя белки и даже ДНК, называются свободными радикалами. Они вырабатываются в организме физиологически. Целью переноса электрона и патологически во время воспаления при воздействии ионизирующего излучения при метаболизме химических веществ и лекарственных средств. При накоплении металлов, таких как железо или медь, и при реперфузии ишемизированной ткани свободные радикалы обычно контролируются антиоксидантами, белками-носителями металлов и ферментами, улавливающими свободные радикалы. И есть защитный механизм в форме антиоксидантов, таких как витамин С, каэзим-Ку-10, витамин Е, глутатион-пероксидаза, супероксид-дисмутаза, каталаза. И одним из очень интересных и новых видов антиоксидантов является молекулярный водород. Имея небольшие размеры, молекула водорода по сравнению с другими антиоксидантами очень легко усваивается организмом. В то время как для усвоения других, которые больше по массе в тысячи, либо в сотни раз требуют больших усилий. Это является огромным преимуществом молекулярного водорода. Воздействие водорода происходит на уровне клетки. Огромное количество свободно-радикальных соединений устремляются к мембране клеток. Повреждая ее, проникает внутрь святая святых, повреждая органеллы, повреждая ядро. И центральное звено клетки это митохондриальный комплекс. Клетка изнутри и снаружи окружена свободно-радикальными соединениями, имеющими плюсовой заряд. Которые буквально прожигают внешнюю и внутреннюю мембрану клеток, состоящие из липидов. Подача водорода, имеющих плюсовой заряд, в это время способствует восстановлению свободно-радикальных соединений путем передачи электрона водородов. В результате такого процесса происходит образование нейтральной воды, совершенно безопасной для организма человека. Именно это привлекает сегодня множество ученых со всего мира и специалистов-медиков. Ученые со всего мира в течение многих лет исследуют свойства водорода. В далеком 2007 году появилась основная статья японских ученых, которые доказали, что водород может быть антиоксидантом. И его главное отличие от других это самая маленькая молекула. Сотни раз меньше, чем аскорбиновая кислота и конзим У-10. И поэтому он очень легко проникает в клетку через мембрану. А большие молекулы с трудом проникают. И в этом его преимущество. Российские ученые Академик Курчатовского института Александр Федор Чабак и Денис Александрович Чабак придумали совершенно новую установку и вещество Платимикс, которое позволяет получать атомарную форму водорода, которая в тысячи раз эффективнее, чем молекулярная форма. В практике Академика Александра Федоровича тема здоровья всегда была на первом месте. Он многие годы проработал в атомной энергетике и активно занимался темой защиты человечества от влияния радиации. И еще в 60-е годы прошлого столетия активно разрабатывал методы защиты в том числе и с помощью водорода атомных реакторов. В годы аварии на Чернобыльской атомной электростанции Александр Федорович активно руководил ликвидации последствий этой аварии и разработал интересные методы очистки воды. Придуманная разработка Александром Федоровичем и Денисом Александровичем Чабак позволяет воздействовать на организм на уровне микроскопических сосудов микрокапилляров. Если мы рассмотрим под микроскопом состояние сосудов до и после применения водорода то мы заметим что идет рост новых сосудов улучшение циркуляции обратите внимание на этом рисунке это совершенно очевидно. Исследования проводились нашими российскими медиками во время реабилитации пациентов перенесшими ковид до ингаляции водородом и после ингаляции водородом состояние стало намного лучше восстановились патологии со стороны дыхательной системы сердечно-сосудистой системы и увеличилось количество транспортных мелких сосудов экзогенные эндогенные факторы стресса которые воздействуют на организм человека во время заболевания приводят к тому что в первую очередь первый удар приходится по системе кровеносной выполняющей транспортную роль обратите внимание на иротроцитарные столбики которые образуются во время различных заболеваний в данном случае представлена кровь пациента который перенес ковид по словам Александра Федоровича Чабака вокруг ядра клетки существует определенный слой в котором имеется достаточно большое количество минусовых зарядов то есть это клетка крови эритроцит находясь в кровеносном русле эта клетка она очень легко передвигается и отталкивается от других клеток эритроцитов в результате воздействия свободно радикальных соединений возникающих во время оксидативного стресса количество этих минусовых зарядов на внешней оболочке уменьшается и в этом случае начинается слипание и образование монетарных столбиков эритроцитов такие эритроциты не могут циркулировать по мелким капиллярам и как правило закупоривают их при этом даже если человеку подавать кислород транспортер кислорода эритроцит он не может проникнуть в различные сосуды в том числе и в легкие сосуды легких подача атомарного водорода позволяет насытить внешнюю оболочку минусовыми зарядами и восстановить отрицательный потенциал клетки в этом случае происходит расклеивание этих слипшихся эритроцитов и происходит восстановление микрососудов сосудистой циркуляции реологии крови на таком вот уровне маленьких сосудов и организм начинает потихонечку восстанавливаться на этой фотографии вы видите пациентку ногу вернее пациентки с трофическими с уже формирующимися трофическими язвами на нижней конечности это нижняя треть голени варикозное расширение вен то есть это достаточно выраженные проблемы которые сложно решаются здесь мы имеем патологию микрососудистого русла внутривенное ведение новодороженного раствора позволило в течение 10 сеансов восстановить состояние сосудов восстановить реологию крови качество кожи обратите внимание это уже после 10 сеанса мы сделали фотографию буквально в течение 10 11 дней произошло вот такое активное восстановление окислительный стресс прежде всего воздействует на качество и состояние сосудов и кровеносной системы и приводит к различным заболеваниям таким как заболевания глаз желудка кишечника сосудов мозга легких суставные заболевания сердца кожа почки в результате воздействия на организм атомарным водородом мы лечим заболевания этих систем и органов улучшаем состояние при катаракте при дегенеративных повреждениях сетчатки язвенной болезни метаболическом синдроме атеросклеротических поражениях сосудов гипертонической болезни постинсультные прединсультные состояния прединфарктные постинфарктные состояния болезни паркинсона альцгеймера шизофрения бронхиальная астма ревматоидный артрит целая сеть аутоиммунных заболеваний ишемические болезни аритмия инфаркт миокарда ожог дерматит псориаз гламерула нефрит в случаях отторжения трансплантанта диабет первого второго типа старение ишемическое состояние ишемия реперфузия воздействие проникающей радиации и наверное на одном из таких достаточно частых реалиях это онкопроцессы разных органов это рак в данном случае представлен рак груди четвертой стадии это картина на момент начала лечения вот лечение проходило в течение года с активным применением питьевой формы водорода вот и далее уже результаты к концу года форм применения водорода достаточно много это питьевая форма это форма инъекций внутривенных новодорожного раствора далее применение с помощью плазмы плазма пунктуры новодорожный раствор плазмы применяется на различных зонах в том числе применяется при достаточно выраженных процессах в урогенитальной сфере с помощью Т-игл паравертебрально с помощью инъекционной формы введения плазмы либо новодорожного раствора при нейродегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и в общем-то это разные формы применения позволяют локально воздействовать при определенных каких-то проблемах со здоровьем локально в зоне где эта проблема имеется в решении проблемы сложных заболеваний важное значение имеет количественный и качественный состав микробиоты существуют различные формы это метан выделяющие и водород выделяющие формы бактерий которые живут в кишечнике и в комплексном воздействии на организм этот фактор необходимо учитывать так как эндогенный фактор с микробиотой которая образует водород очень важен в лечении онкопроцессов итак друзья в заключении своего выступления хочу поблагодарить организаторов за приглашение на конференцию и хочу сказать о том что водородная терапия на сегодняшний день одно из перспективных направлений в медицинской науке за которым будущее которое будет лечить с помощью водорода можно лечить достаточно сложные заболевания организма человека